Действительно, сейчас появилась такая замечательная статья, такая новость о том, что в формации ИСУА — это геологическое образование, возраст которого 3,8 миллиарда лет. Это самые древние осадочные породы на нашей планете, которые известны. Австралийские учёные нашли такие невысокие, от сантиметра до 4 сантиметров, такие, знаете, как бы холмистые образования, как бы холмики, полосатенькие, которые называются строматолиты. Значит, камни-строматолиты, такие полощатые камни, они на самом деле очень хорошо известны из геологической летописи, но никогда не находили таких древних. Следующая по древности геологическая находка — это 3,5 миллиарда лет назад. Вот такого возраста строматолиты были известны, уже несколько лет как известны, из австралийских отложений. Ну и более молодые, известны по всему земному шару, вплоть до того, что в современной Австралии и в Калифорнии вот такие же строматолиты просто живут современные, растут на наших глазах в мелководных морских заливах. Поэтому австралийские учёные предположили, что вот эти вот ископаемые строматолиты из ИСУА, гренландские строматолиты, они по аналогии с современными строматолитами образовывались на дне мелководного тёплого моря, которое находилось в то время в Гренландии, и строили их те же сине-зелёные бактерии, которые строят их сегодня. О чём, в общем-то, в этой статье и написано. Дальше австралийские учёные акцентируют внимание на том, что на сегодняшний день это самые древние находки живых организмов нашей планеты. Вот здесь они немножко лукавят. Дело в том, что в этой же самой формации ИСУА ещё за несколько лет до них находили разные свидетельства древней жизни. В частности, в 2013 году японские исследователи изучали фрагменты графита вот из этих вот осадочных пород ИСУА и доказали, что этот графит, который образовался по обуглившимся остаткам каких-то древних организмов, каких именно, они, конечно, сказать не могли. То есть, были ли это сине-зелёные бактерии или какие-то другие бактерии, неизвестно. Но то, что этот графит однозначно органического происхождения, это абсолютно точно. Более того, задолго до японцев из этой формации ИСУА были известны такие камни, которые называются джеспелиты или железистые кварциты. Это горная порода, которая образуется благодаря окислению растворённого в воде двухвалентного железа до трёхвалентного, которое вполне себе прекрасно оседает на дно, оказываясь в нерастворённой фазе. Так вот, для того, чтобы окислить растворённое в воде железо, нужен какой-нибудь один из двух процессов. Либо нужно наличие в воде чистого молекулярного кислорода О2, который на нашей планете вырабатывают только фотосинтетические организмы, например, сине-зелёные бактерии. Либо это окислить двухвалентное железо до трёхвалентного в воде. Можно без помощи вот этого свободного кислорода, но это умеют делать только специальные бактерии, такие анаэробные бактерии, которые вот эту химическую реакцию осуществляют. В ископаемом состоянии известен и тот, и другой способ окисления этого железа. Поэтому какой именно способ, благодаря какому способу окислились вот эти джеспелиты из ИСУА, это пока что вопрос. Но, тем не менее, их наличие уже очень давно свидетельствовало о том, что живые организмы в породах такого древнего возраста существовали обязательно.